Дуэт «Чародей» на днях вернулся из Москвы со съемок нового телевизионного проекта Первого канала «Я могу». Там Наталья Хазина и Илья Рыжков продемонстрировали свой коронный номер «Трансформация». Сегодня котловские фокусники встретились с моими коллегами и поделились впечатлениями от участия в шоу. Можно я вот эту юлочку одолжу вас на секунду? Подобными выступлениями Наталью Хазину и Илью Рыжковой не удивить. Ребята – желанные гости на шоу в фестивалях любого уровня – от Америки до Евразии. Кстати, в китайском Шанхае на турнире «Волшебников» дуэт «Чародей» с номером «Трансформация» выступал год назад и буквально наповал сразил зрителей и организаторов шоу своим необычным трюком, который, кстати, уже несколько лет входит в Книгу рекордов России. Номер котловских фокусников оценили и продюсеры проекта Первого канала «Я могу» и, не раздумывая, пригласили ребят на съемки первого выпуска шоу. Здесь на глазах у миллионов россиян Наталья поставила свой новый рекорд – сменила 12 платьев за 30 секунд. Это все снималось одним дублем, и больше нечего добавить. Никто ничего не переснимал. То есть получилось так, получилось ли, не получилось так. Ну, извините, до свидания. Коленки-то не дрожали, но внутри, думаю, только бы не опозориться. Только бы не опозориться, потому что, знаешь, опозоримся мы, опозорим как бы свое имя, наш город, вот это вот. Это уже престиж. Кстати, изначально съемки планировались в три этапа, то есть на них было отведено три дня, но по стечению обстоятельств весь процесс уместился в один, первый съемочный день. При этом дуэт чародея попал в студийный павильон, как говорится, с корабля на бал, прямо с поезда. То есть все в один день. Я вот как вот приехала, там успела в поезде накраситься, вот так все и было. Ну, это в профайле. А в самом номере там, естественно, там гримеры, это все сделали. Там меня тягали вообще, то есть там времени было катастрофически мало. Только на грим посадили, так, нужно там что-то для съемку сделать для этого, для приветствия, что-то еще. Только опять села, там еще куда-то потянули. Напарнику Натальи Илье Рыжкову во всей этой съемочной суматохе была отведена весьма скромная роль ассистента, хотя обычно эту миссию выполняет Наташа. Даже ведущий шоу Леонид Якубович, пока общался с нашей красоткой, попросил Илью постоять в стороне. Кстати, сам фокусник считает, что причиной тому стала его неосторожная шутка в адрес Якубовича. Просто мне не хотелось бы, чтобы рядом с такой очаровательной женщиной стояло два мужчины. Есть только один, который достоин этой чести, это я. Я сказал такую фразу, Леонид Аркадьевич, простите, мы сегодня без банки соленых огурцов. После чего был ответ, что Илья, ты нажил себе врага. Не понимаю, почему мне это было сказано, но вот что сказано, то сказано. То есть ты обиделся? Немного обиделся, поэтому меня и отстранил как бы на второй план. Несмотря на это, Леонид Якубович произвел и на Илью, и на Наталью неизгладимое впечатление. Во-первых, очень рад был и доволен, внезапно удивлен тем, что именно Леонид Аркадьевич являлся ведущим. То есть мы с Наташей в последний момент об этом узнали, что именно Якубович будет ведущим. Это очень здорово. Такой потрясающий профессионал, и не было запорта ни одного дубля. Очень здорово говорил, правильные интонации расставлял. Все четко, все отлично у него и столько лет на экране, на телевидении. Конечно, Якубович классный. Любопытно, что зрители в зале дарили участникам шоу бурные овации, повинуясь жестам режиссера. Ну да, дрессированные зрители им там за это платят. Ну, массовка называется. Это во всех шоу так. Во всех шоу. Но не значит, что аплодисменты были фальшивые. Мне кажется, им тоже нравилось. Выигранные в шоу 50 тысяч рублей чародеи, конечно же, потратят на постановку своих новых номеров. Их они планируют показать зрителям в своем турне по Америке. В Соединенные Штаты котловские фокусники отправятся буквально через месяц. А еще в планах Натальи и Ильи попасть с трюком трансформации в Книгу рекордов Гиннеса. И мы уверены, это у них обязательно получится.